Есть люди, которые могут пытать, добывать какую-то информацию, по крайней мере пытаться. Да, поэтому у наших бойцов, по крайней мере, различий, там лейтенант, старший лейтенант, нет. Хотя у нас есть ребята, которые в свое время служили и ушли после армии в звания. И на медиков тоже различия не вешаются, потому что медиков первых снимают. Считается, что у офицеров больше объем информации, в зависимости от того, в какой группе они попали. Если это были бы кадыровцы, мог бы быть отрезан язык, там могли быть отрезаны половые органы. У некоторых из этих тел есть пулевые ранения в обозгрудной клетке, есть пулевые ранения в череп, то есть в голову стреляли, ну, с близкого расстояния. У некоторых просто вспарывали кишки, а потом поджигали, причем либо обливали бензином, потому что нанотрахеи характерные следы, вот когда вдыхаешь бензиновые пары горящие, то такие же ожоги и плюс нога, знаешь, такой черный. То есть, соответственно, либо их поливали бензином, сверху поджигали, еще в живом состоянии следы порезов в области живота, причем красивенько прикрытые одеждой назад. Почему знаем? Потому что некоторые из этих ребят были на видео и были на фотографиях с короткими животами. В нашем батальоне, да, если у нас появляется пленный, мы его моем, одеваем, извините меня, подвиньтесь, и три раза кормим, и будем пописать и покакать. За ними никто с пистолетами не бегает, в голову им никто не стреляет, их кормят, поют, их никто не бьет. Едят они то же самое, что едят наши ребята. Если у нас тушенка, то они тушенку едят, если у нас мясо, то они мясо едят. То есть мы их не убиваем. Если в процессе боя, да, без вопросов. Пожалуйста, если рукопашная, там могут кого-то зарезать. Но это война, ребят.